Вот то, что осталось. Два года тому назад делал ремонт. Это благодаря, что темные обои, так вот так, черновато. А если б светлое, все. Решить проблему одним звонком до сих пор не удавалось. Уже 15 лет военный пенсионер Василий Кирьянов добивается капитального ремонта дома, но его терпение на исходе. Во время дождя заливает спальню, щели в стене дома коммунальщики каждый год замазывают, но этого недостаточно. Специалисты выезжают на место, проблему признают, но чтобы начать ремонт, нужен проект, а на него нет денег. Я устал. Я не знаю, доживу ли я до этого дня, когда меня утеплят. Потому что мне 76-й год. Я даже задавал вопрос, утеплите мне мою квартиру, все сбережения, которые я честным трудом заслужил, я отдам. Лишь бы только утеплили. Не положено. Вот и все. Ежегодно дом обещают внести в список на капитальный ремонт, но уже и соседние привели в порядок, а до этого дело не доходит. Устав ждать, жильцы за свой счет начали ремонт подъездов. Каждый дом имеет свою индивидуальную особенность, поэтому разрабатывается проектно-сметная документация, работают, изучают проблематику, почему там идет или протекание, или необходимо утепление. На сегодняшний момент проводится изготовление проектно-сметной документации, будет завершено. Но я думаю, что в первом полугодии 2018 года будет произведен капитальный ремонт данной торцевой стены этого дома. На прямой линии традиционно больше всего претензий к коммунальщикам. Специалисты заметили, все чаще люди звонят не только с просьбой отремонтировать дорогу во дворе или установить детскую площадку, но и сами готовы помочь в ремонте, чтобы общими усилиями сделать жизнь лучше.